Два блогера собрали рабочий аналог Microsoft Paint в Minecraft за 24 часа без модов, используя Redstone. Блогер под ником MadBetWings вместе со своим напарником решил принять участие в челлендже ютубера Cypover. По правилам челленджа 15 обычных игроков соревновались с двумя профессиональными строителями в Minecraft, которые должны были сделать впечатляющее и интересное сооружение внутри конструктора, используя только красную пыль и другие механики игры и при этом успеть все за 24 часа. Два друга решили воссоздать графический редактор Paint с базовыми инструментами вроде кисти, линии, круга и квадрата. В самый последний момент блогеры решили добавить возможность настроить толщину кисти, которую можно было бы применить к любым инструментам. Продолжим. Роботы научили распутывать провода и развязывать узлы. Ученые из Калифорнирского университета из Беркли научили роботов распутывать петли и узлы на длинных кабелях. Оказывается, существует целая математическая теория узлов, представляющая их в виде графов и графических структур. Робот не только владеет этой теорией, но и оснащен камерой системы искусственного интеллекта, которая интерпретирует полученные изображения и создает точную карту ориентации и конфигурации проводов. При помощи манипуляторов робот может захватить кабель в двух разных точках и потянуть его в нужные стороны так, чтобы не запутать еще больше. Во время тестирования робот успешно справился с 67% одиночными простыми узлами и 50% сложными. Ну и напоследок, Джеймс Уэбб проверит самую далекую звезду в нашей Вселенной. До нее почти 13 миллиардов световых лет. Сейчас звание самой далекой удерживает звезда LS1 или ICAR, существование которой подтверждено для Вселенной в возрасте 4 и 4 миллиардов лет. Увидеть ее помогло гравитационное линзирование, когда свет от далекого объекта по пути к нам проходит рядом с чем-то массивным в виде звездных скоплений или черных дыр и усиливается в тысячи раз. Новый кандидат – звезда Эрен Дель. Она была обнаружена таким же способом при изучении звездного скопления WHL-013708. Сама звезда находится в галактике WHL-0137ZD1, далеко за этим скоплением. Остечение обстоятельств позволило свету от звезды пройти по такому маршруту, чтобы ее изображение усилилось в 9000 раз, и она стала отчетливо видна на фоне родной галактики. Джеймс Уэб собирал данные об утренней звезде 30 июля в ближнем инфракрасном диапазоне. Данные наблюдения анализируются, включая определение спектрального типа звезды, светимости и температуры. Предполагается, что это может быть объект размерами от 40 до 100 масс Солнца, что еще предстоит подтвердить. Если Эрен Дель действительно окажется звездой, то она обнаружена в то время, когда нашей Вселенной было 900 миллионов лет. На таком удалении и галактики толком не разглядеть, а тут целая звезда, что станет важным достижением земной науки.